Скажем так, на уровне общества, я думаю, что мы заслуживаем того, чтобы мы имели возможность быть представленными на международных площадках со своим статусом, паспортом. Мы имели возможность путешествовать, в том числе легально, со своими документами, которые у нас есть, этот красивый зеленый паспорт. Но думаю, что все-таки изоляция, в нашем случае, она начинается с нас самих, в том числе. Есть, слава богу, есть интернет там, средства, коммуникации разные. Я думаю, что если мы будем стараться как-то о себе говорить на вот этих альтернативных площадках как можно больше, то вот этот вот процесс объективный, он сократится. И все-таки нас признают, и я думаю, что это вопрос времени. Безусловно, конечно, когда ты имеешь какие-то границы, какое-то государство, какую-то идею, и с тобой не хотят вести диалог, тебя не признают, с тобой не хотят торговать, ты не можешь, грубо говоря, даже стать чемпионом мира по шахматам со своей идеей, то, конечно, это проблема, это является, наверное, основным фактором того, что у нас, как сказать, испорченные отношения с соседями. Потому что, чтобы вести диалог, диалог подразумевает твоих участников. А если тебя не признают участником, то, конечно, это является проблемой. Ну, конечно, быть мы приспособили, так или иначе, человек приспосабливается к условиям, но это не значит, что меня это устраивает лично. Меня не устраивает, что я не могу, значит, по собственному желанию поехать в ту или иную страну, просто потому что кто-то решил за меня, что мне нужно получать разрешение где-то в другом месте, да, или там какие-то делать документы, которые противоречат той идее, с которой я живу или вырос, да, или за которую боролся, в конце концов. Я такой же человек, такой же гражданин своей страны, как и любой другой человек, гражданин соседней страны, у него есть права, да, международные права, которые все утвердили. Почему эти права распространяются на одних, а на меня не распространяются? Вот это я не понимаю. Почему я должен кому-то доказывать, что я живой или что я существую? Почему нельзя просто это принять как факт? Изоляция Абхазии от внешнего мира совершенно на нас не влияет, к большому сожалению, наверное, или к счастью, потому что мы являемся всей семьей, а также гражданами России, и все проблемы мы можем решать через Россию. Если рассуждать более глобально, то, конечно, очень жаль, что Грузия всячески препятствует, допустим, нашим спортсменам участвовать в международных каких-то конкурсах. Ну, как мне кажется, что эта политика, в принципе, мешает, в принципе, всему обществу нашему, как в Абхазии, и в основном это, наверное, касается также студентов. Я сама, как студент, могу сказать, что это препятствует тому, чтобы, например, учиться где-то за границей, потому что это ставит какие-то определенные барьеры для нас, и это сказывается на учебе, и, в принципе, дальше для развития какой-то своей карьеры тоже оказывает влияние. Я не могу сказать, что они должны нам помогать, нам никто ничего не должен, ну, как, в принципе, и мы никому ничего не должны, но как-то хотя бы не оказывает помощь, но и не блокирует, не делает так, чтобы у нас не было какого-то шанса тоже пробиться в мировом обществе. Субтитры сделал DimaTorzok